Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы сейчас озвучиваем, вот откуда берем материал, тоже просили уже и ждут от нас, что у нас есть большой сайт, вот он где. И вот сейчас мы берем, вот здесь вот, будущее мира, пятый вопрос отвечает, пятая папка, будущее мира и грядущий суд. Вот ты когда откроешь здесь вот, ну вы видите, что. Ну это я уже заранее приготовил, знаю как это делается. Поэтому намного быстрее сейчас это будет. Вот. А это первый номер будет, программа по полчаса. Давай, считай. Вопрос 2928, 15 том, открытым окон. Как думаете, с чего начнется новое гонение на христиан? Ответ. Тут всегда шаблонно и по стандарту. Власть будет желать лучшего, а христиане будут противиться и будут объявлены вне закона. Это уже все было в Римской империи и у коммунов фашистов. Они же все хотят сделать мировой порядок лучше. А для этого нужно устранить разномыслие, разноверие разно. А христиане опять не пойдут на поклонение Стукану, Наполеончику. А вот террор уже и рядом. Тут терроризм, искусственно выпистыванный, определит свое назначение. Правитель пообещает подобрать всех преступников и террористов, которых сам все эти годы и плодил, подкармливал. А для этого нужно всех взять под контроль. И нынным в сторону. А лоб и руку подставляй. Таврога то уже тысячи лет. И кто не согласен, враг отечества. Четыре дикта Диоклетиана как раз изгодятся при повторной репетиции. Экклесиаст 1.10 Бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вон это новое. Но это было уже в веках бывших прежде нас. 1 Коринфянам 10.6 А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Откровение 13.7 И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. Ну и далее, как всегда, я стихи выставляю. Даю зарок и тут же попираю. Я просираю длань и опускаю. Ни с кем своим достатками делюсь. Что посулил, того не дать стараюсь. И снова гнойниками покрываюсь. И два от прежней язвы исцелюсь. Считай. Веду корабль я, но с пути сбиваюсь. Я отправляюсь в путь и возвращаюсь. И два наполнившись, опустошаюсь. То распадаюсь, то воссоздаюсь. То сей смуту я, то примеряю. То сей смуту я, то примеряю. Виновный сам другого обвиняю. Я повинусь и тут же отрекусь. Того, что начал, я не завершаю. Растрачиваю все, что обретаю. Что накоплю, немедля промотаю. Не мудрый сам я мудрых поучаю. Вражды погасшей пламя раздуваю. И никогда того не постигаю. Чему учусь и что постигнуть чусь. Что сам я разорву, потом латаю. Я злаким мну, крапиву насаждаю. Я белым голубем в гнездо взлетаю. И вороном оттуда вылетаю. Едва поднявшись, вновь к земле стремлюсь. Я белый, обернусь мгновенно черным. Строптивым, притворяю себя покорным. От истины в гордыне отвернусь. Что правой рукой оберегаю, То левую беспечно разоряю. Себя считать правым, хоть не прав, Я истину устами утверждаю. Я сердцем лгу, все истины поправ. Саулово деяния совершаю. Давидово обличение приняв. Обличие приняв. Обличие, да. Слушай, обличие, какое обличие-то? Это разные слова. Сначала я заблудшим притворяюсь, А после откровенно заблуждаюсь. То я смиренно не подъемлю глаз, То вместе с бесами пускаюсь пляс. К этому пошли это стихотворение. Хвалим я грешниками и утешим, А кто безгрешен, то те меня хулят. Блажен ты, говорят мне те, кто грешен. Ты грешен, праведники говорят. Но мнится мне суд праведных пристрастным, И я не к ним, а к низким духам льну, Порою перед грешником несчастным, Перед самым недостойным спину гну. Не различив, что бренно, что нетленно, Хожу я в облачение чужом, Но люди узнают меня мгновенно, Как чайку в оперении чужом. Порой, многоречив, я неуместно, Когда ж ответить надо мной, я нем. Куда богатство трачу, неизвестно, Но в день расплаты остаюсь ни с чем. Бывает, в час восхода я богат, Но нищим застает меня закат. Пошу я нерадиво пашню воли, Боюсь чего-то что-то сделать чусь. Я вечером с тревогой спать ложусь И просыпаюсь от душевной боли. И все-таки, беспутный, безрассудный, Я, Господи, твой сын, Но сын твой блудный. Я пленник, что собой сам пленен, Прислужник смерти, сам я обречен. Я ведь, что только для огня годится, Я огонь погасший, что не возгорится. Я погибаю, сам себя кленя. Мне ведома моя плачевная участь, Чем сам я, кто гневней казнит меня. Я сам уже теперь сухие сучья Готовлю впрок для адского огня. И перед тобою, грешной и упрямой, Стоящей сейчас повинной головой, Как каин порождение Адама. О, Господи, я сын преступный твой. О, Господи, твой грешный сын, я стражу. Давно себе я вынес приговор. Давно мой каждый шаг и вздох мой каждый. Не самому проклятие и укор. Григорий Нарикоцы. Так, я закрываю. Поэтому пошли по поиску, которая там. Вот так сказать, второй вопрос тоже. Вопрос 3855, 26 том, открытым оком. Если бы люди перестали грешить И все уверовали бы во Христа, Приняли бы Его своим спасителем И стали жить только по Евангелию, То кончина мира была бы иной. Может быть, тогда Господь мирно сошел бы с небес И взял церковь и всех верных умерших, И не было бы Армагеддона. Слово С, я знаю, что я был. Ответ. Кто знает, как и что было бы, Если бы Адам не согрешил. Если бы Херувим осеняющий не стал дьяволом падшим. Премудрость Соломона 2.24 Но завистью дьявола вошла в мир смерть И испытывает ее принадлежащий к уделу его. Я тленный мой состав, расстроенный днесь... Рушу. Не, 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 прочитай. Ну что, Рушу, как, если баран в новые ворота осмотелся? Ну, Рушу, порушай. Что, сокрушай? Нет, нет, я понял, я просто мне... Ну, так считай быстро. Я не могу сразу прочитать его. Не можешь. Первый класс идти надо. Пропрыгали, козлеты. Я тленный мой состав, простроенный днесь, рушу. Земля, устроив плоть, отъемлет плоть мою. А от небес приняв в отлении тела душу, я душу небесам обратно отдаю. Сумароков. 1773 год. 1773 год. Пресни, 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 пресни. Опять, на каждом шагу спотыкаешься. Ну, считай, обыкновенный адрес, где я живу на Большой Пресне, 36-24. Что тут остановился-то? Место спокойненькое, тихонькое. Ну, кажется, какое мне дело, что где-то в буре, в мире взяли и выдумали войну. Ну, считай, тут ничего нету, простые слова. Ночь пришла, хорошая, вкратчивая, и чего-то это барышни некоторые, дрожат, пугливо поворачивая, глаза громадные, как прожекторы. Уличные толпы к небесной влаге, толпы, уличные толпы к небесной влаге, припали горящими устами, а город, вычерпав ручонки флаги. Вытрепав. А, вытрепав. Вытрепав, ошибок море, просто в каждой строчке по ошибке бить вас надо за это, лотари. Горящими устами. А город, что, вытрепав ручонки флаги, молится и молится красными крестами. Ростоволосая церковка бульварному изголовью припала, набитый слезами куль. А у бальвара цветники истекают кровью, как сердце изодрано пальцами пуль. Пальцами. Может, пальцами все-таки? Пальцами пуль. Ну, пальцами. Я ударил пальцами. Откуда это пальцами-то? Иначе, читайте сами. Ну, это совершенно неправильно. Я не буду читать все. Не будешь. Не буду все. Тревога жиреет и жиреет, жрет защерствивший разум. Уже у нового ожирея, а покрылись смертельно бледным газом. Скажите Москве, пускай удержится, не надо, пусть и трясется. Через секунду встречу я небо самодержца, возьму и убью солнце. Небо. Смаленько, может, ошибочка даже. Нет, нет буквы одной. Видите, флаги по небу полощат. Вот он, жиреный рыжь, красным копытом грохнув о площадь, визжает по трупам крышь. Тебе, орущему, разрушу, разрушу, вырезавшему ночь из окровленных карнизов. Я, сохранивши бесстрашную душу, бросаю вызов. Идите, изъединенные бессонницы, сложите в костер лица. Все равно, это нам последнее солнце, солнце Аустерлицы. Идите, сумасшедшие из России, Польши. Сегодня я, Наполеон, я полководец и больше. Сравните, я и он. Он раз в чуме приблизился троном, смелостью смерть поправ. И каждый день иду к зачумленным. По тысячам русских яв. Он раз, не дрогнув, стал под пули. И славится столетий сто. А я прошел в одном лишь июле тысячу аркольских мостов. Мой крик в раните времени выбит. И будет греметь и гремит от того, что в сердце выжженном, как Египет, есть тысячи тысяч пирамид. За мной изжержены бессонницы, выше в костер лица. Здравствуй, мое предсмертное солнце, солнце Аустерлица. Люди, будет на солнце, прямо солнце съежится аж. Громче изжатого горла храма хрипи похоронный марш. Люди, когда канонизируете имена погибших, меня неизвестней. Помните, еще одного убила война поэта с большой пресней. 1915 год, Владимир Маяковский. Легко считать? Нет. Ну вот то-то и оно. Это ж Маяковский, у него все такое. Луки 16 глава, 23-го. А это другое дело, тут я пойму. 26-й, 31-й стиль. И Вадя, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И Вазапив сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мной и пошли Лазаря, чтобы мочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь пламени семь». Но Авраам сказал, «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе в твоей жизни, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть. Та, что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Дальше считаем. «Ты помнишь это дело о поджоге? Ристага, давний 33-й год. Огромный геринг, как кабан двуногий. На прокурорской кафедре встает. Еще не взят история к ответу. Он хочет доказать неправду свету. Ристаг большевиками подожжен. Но вот перед всеми смуглый Чернобровый стал подсудимый, чистый и суровый. Он в кандалах. Он обвиняет, но обвиняет он. Он держит речь. Неистовый болгарин. Его слова секут врагов, как жгут. А воздух так удушлив, так угарен. На площадях должно быть книги жгут. В тот грозный год я только кончил школу. Вихрастые посланцы комсомола вели метро под утренней Москвой. Мы никогда не видели Ристага. Нас восхищала львиная отвага болгарина с могучей головой. Прошло немало лет. А в 45-м, тем самым только выросшим ребятам, пришлось в далеких побывать местах. Пришлось ползти берлинским за осадом. Ударим зажигательным снарядом. Горит Ристаг. Смотри, горит Ристаг. Прекрасный день. 30 апреля. Тяжелый дым валит из-за колонн. Теперь не выдумка на самом деле. Ристаг большевиками подожжен. Долматовский. Е. 1947 год. Псалон 98 стих. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Псалон 93.2. Восстань, судья земли, воздай возмездие гордым. Флаги веют на Босфоре, пушки празднично гремят, небо ясно блещет море и ликует царь и град. И недаром он ликует на волшебных берегах, ныне весело пирует благодушный падишах. Угощает он на славу милых западных друзей и свою бы всю державу заложил для них ей-ей. Из премудрого далека франкистанской их земли погулять насчет пророка все они сюда пришли. Пуша гром и мусикия Здесь Европа всей привал, Здесь все силы мировые Свой справляет карнавал. И при криках иступленных Бойки западный разгул, И в гаремах потаенных Двери настишь распахнул. Как в роскошной этой раме Дивных гор и двух морей Веселится об исламе Христианский съезд князей. И конца нет их приветом Обнимает брата брат. О, каким отрадным светом Звезды запада горят! И всех яче и милее Светит тут звезда одна, Коронованная фея, Рима дочь его жена. С пресловутого театра Всех изящих и затей, Как вторая Клеопатра Сонми царственных гостей. На восток она явилась, Всем на радость, не на зло. И пред нею все склонились, С солнца запада взошло. Только там, где тени бродят И долинам, и горам, И куда уж не доходят Эти клики, этот гам. Только там, где тени бродят, Там в ночи и свежих ран Кровью медленно исходят Миллионы христиан. 1869 год. Тютчев. Федор Иванович Тютчев. Дальше. Иеремия 51-58. Так говорит Господь Солов. Толстые стены Вавилона До основания будут разрушены, И высокие ворота будут сожжены огнем. И так напрасно трудились народы, И племена мучили себя Для огня. По слову извечного сущего Бесменен поток от времен. Чую лишь ветер грядущего, Нового мира звон. С падением идет, с победою, А ливу несет и людьмеч. Лика его я не ведаю, Знаю лишь ветер встреч. И в тесности, Перекрестности, Хочу и не хочу ли я, Черный топ неизвестности Режет моя ладья. 1913 год. Гиппиус. Гиппиус. Зинаида. Гиппиус. Зинаида. Экклисиаст. 1.6. Идет ветер к югу И переходит к северу. Кружится, кружится На ходу своем И возвращается ветер На круги свои. Иезекииле 1.4. И я видел, И вот бурный ветер Шел от севера, Великое облако И клубящийся огонь, И сене вокруг него. По небу полуночи Ангел летел. По небу полуночи Ангел летел, И тихную песню Он пел. И месяцы звезды, И тучи толпой Внимали той песни святой. Он пел О блаженстве Безгрешных духов, Под кущами Райских садов. О Боге великом Он пел, И хвала Его непритворна была. Он душу молодую В объятиях нес, Для мира печали И слез. И звук его песни В душе молодой Остался без слов, Но живой. И долго на свете Томилась она С желанием чудной полна, И звука в небес Заменить не могли. Есть скучные Песни земли. 1831 год. Лермонтов. Как звать величать? Не знаю. Михаил Юрьевич. Запоминай. Это наш поэт. Второе Тимофею. Четвертая глава. Седьмой, восьмой стих. Подвигом добрым Я подвязался. Течение совершил. Веру сохранил. А теперь готовится Мне венец правды, Который даст мне Господь, правильный судья, В день онный. И не только мне, Но и всем возлюбившим Явлений его. Вот один вопрос. И на него как отвечено? И поэзия, И пророчества, И местописания. Вопрос 3675. 24 том, открытым окон. Как сегодня католическая церковь Относится к евреям? И что говорит о гонении на них В прошлые века? Смотри, какие вопросы задают. А ты на кафедре стой, И что ты отвечать будешь? Еще. Еще. Вот по этому кафедру Трудно держать. Дальше. Да. Ответ. Папы неоднократно приносили Слова покаяния евреям И осуждая от гонения. Было ли бы это От души и сердца? Кавычки открыты. Только отход От подлинных христианского разумения Новозаветных текстов От вероучительных концепций Содержащихся в послании Апостола Павла Мог привести К антиурдийской Инпредитации Нового Завета. Следует отметить, что уже В первом веке После Рождества Христова Одновременно возникает И враждебное отношение Евреев к христианам Особенно среди их Религиозной и политической элиты Из Иерусалима Изгоняют обращенных Христианство евреев В том числе Святого апостола Петра Казнят, как еретиков Первомученика Стефана Обоих Иаковов И Варнаву Апостол Павел Обязан своим Соплеменникам Бичевания Аресты христиан Угрозы смертью Доносы на них Римским властям Свидетельство Этой вражды Даже Нероновские гонения На христиан Было Инспирировано Евреями Прочитай правильно Инспирировано Евреями Это слово незнакомо Инспирировать Заучивую Как-то узнавают Он может Слов-то не больше Сотни найдется С другой стороны Известна симпатия К ученикам Христа Фарисея Гамалиила И Рави И Лизера Евреи Укрывали Спасающихся От преследования Христиан В синагогах Хранили тела Христианских Мучеников На своих кладбищах Поэтому евреи Как народ Проклятые И наказаны Богом Свидетели Помимо своей воли Истинных христианств Должны быть Обречены На унижающий Их образ жизни Блаженный Августин Дальше И наше Суровое Милосердие Мартин Лютер Начиная От враждебного По отношению К евреям И дикта Императора Константина 313 года Влияние Церкви В мире Все более Возрастало Все более Возрастало И обучение Презрению К евреям В свою очередь Это приводило К их Социальной Дискриминации Кровавым Преследования К еврейским Погромам Совершавшим Христианами С благословения Церкви В том числе Погромам Инспирировавшимся Непосредственно Церковью В 1096 году Начался Первый Крестовый Поход Целью Его было Освобождение От неверных Святой Земли Гроба Господня Начался Он С уничтожения Крестоносцами Ряда Еврейских Общин Европы Немалую Роль В предыстории Этой резни Сыграла Антиеврейская Пропаганда Погромщиков Крестоносцев Четвертого Платиранской Собор 1215 год Потребов От евреев Носить на одежде Специальные Опознавательные Знаки Или ходить В особых Головных Уборах Собор Не был Своим Решением Оригинальным Странам Исламов Власти Предписывали И христианам И евреям Исполнять Точно такие же Унизительные Установления В 16 веке Сперва В Италии Папа Павел Четвертый Затем И у всех Странах Европы Были Созваны Обязательные Для поселения Евреев Резервации Гетто Гетто В котором Жили Исключительно Евреи Отделяло их От остального Населения Свирепствовал В эту эпоху Эклирикальный Антиудаизм Отражался Он прежде всего В церковных Проповедях Большая вина За это Лежит На доминиканском И францисканском Монашеских Ординах Еще более Мрачной Страницей В истории Католической Церкви Была Инквизиция Она Преследовала Не только Эритиков Христиан Репрессиям Подвергались И обращенные Насильно Христианцы И евреи Христиане Возвращающиеся Нелегально К едуизму И еврейские Миссионеры Весьма далекими От духов Проходящих Ныне были Тогдашние Так называемые Христианско-еврейские Диспуты Участие в них Было Принудительным Заканчивались Они Или принудительным Крещением Или кровавыми Расправами Убиты Были Тысячи Евреев Конфискация Имущества Изгнанием Сожжением Святых книг Полным Уничтожением Целых Еврейских Общин В Испании Перепуганной Тем Что многие Знатные Дворянские Фамилии Породнились Евреями Принявшим Христианство Были введены Чисто Российские Законы О чистоте Крови К счастью Нашлись Христиане Со всей Решительностью Выступавшие Против этих Попирающих Христианское Вероучение Порядков Среди них Был Святой Игнатий Лола 1491 Год По 1556 Год И основатель Ордена Иезуитов И святая Тереза Деавила Святая Тереза Деавила 1515 Год По 1582 Год Была Подобна Благословенной Сестре Терезе Бенедикте Эдите Штейн 1891 Год По 1942 Год И еврейкой И монахиней Кармелиткой С той разницей Что Терезе Удалось Живой Вырваться Из рук Святой Инквизиции А Эдита Погибла В гитлерском Лагере Смерти Освенцами Церковь И светские Власти В эпоху Средневековья Постоянно И активно Преследуют Евреев Действовали Как союзники В тесном Единстве Правда Некоторые Папы И епископы Защищали Чаще Безрезультатно Евреев Христианство Наконец Отреклось От самой Древней Ереси Какой Является Антисемитизм Этим Я не хочу Сказать Что евреи Никогда Не давали Никаких Поводов Способствовавших Деятельности Антисемитов Можно Назвать Например Их активное Участие В коммунистическом Движении В преступлениях Толитарной Власти Против Польского Народа Правда Это были Евреи Совершенно Оторвавшиеся От своего Народа И его Религии Можно Добавить Еще Что Антисемитизм Это предательство Христианской Веры Поражение Христианской Надежды Смерть Христианской Любви Он является Грехом И грехом Смертным Кавычки открыты Церковь Осуждающая Все гонения На каких бы то Не было людей Пометуя Общее С иудеями Наследие И движимое Неполитическими Соображениями Но духовную Любовую По Евангелию Сожалеет О ненависти О гонениях И всех Проявлениях Антисемитизма Которые Когда бы то Не было И кем Бы то Не было Были направлены Против Иудеев Второй Ватиканский Собор 1962 По 1965 Годы Кавычки открыты Декларация Об отношении Церкви К нехристианским Религиям Четвертая Параграф Фильма Духовные Связи И исторические Взаимоотношения Связывающие Церковь С иудаизмом Делают Само Собой Разумеющимся Полное Неприятие Антисемитизма Как Противоречище Духу Христианства Антисемитизм И дискриминация В любых Формах Несовместимы С достоинством Человеческой Личности И этого Достаточно Чтобы их Решительно Отвергнуть Антисемитизм И все Другие Разновидности Расизма Суть Грех Против Бога И Человечества И вместе С ними Должен Отвергнут И осужден Иоанн Павел Второй Ксензу Михаил Чайковский Псалом 43 15 Ты сделал Нас Притчу Ты сделал Нас Притчу Между Народами Покиванием Головы Между Иноплеменниками Иеремия 23 2 Посему Так Говорит Господь Бог Израилев К пастырям Посущим Народ Мой Вы Рассеяли Овец Моих И разогнали Их И не Смотрели За ними Вот Я Накажу Вас За злые Деяния Ваши Говорит Господь Иезеки 36 19 И Я Рассеял Их По народам И они Развеяны По землям По землям Я судил Их По путям Их И по делам Их Что Я Сторож Брату Моему Буркнул Пряча Руки Первый Каин Все равно Мол Люди Не поймут Зубы Пожелтевшие Оскалил Хуже Безразличие Лишь Обман С умыслом Что Не дознаться Людям Против Ближнего Виновны И весьма На словах Жек Как артисты Любим Безразличие К себе К стране Повсюдно Нет огня Старания Гореть Значит Бед Пришедших Не избудем И не избежать Грядущих Скоро Впредь До всего Что рядом И вдали Дело И живому Человеку Совесть Пробужденная Велит Как-то Обиходит Быкалеку Там Слепой Вот-вот Шагнет К ущелью Здесь Ребенок Перелез Ограду Если В силах Помоги Хоть Чем-то Сколько Тех Кого Закон Ограбил Безразличие С жиром На мозгах Лень Души Не Чувствие Страдания Потрудись И Бог Тебе Воздаст Сострадательностью Сами Луче Станем Смотрим Ли кино Читаем Книгу Если Видим Доброту Сердец Что Кого-то Горе Там Постигло Может То Случится С нами Здесь То Чему Там Хлопали В ладоши Будет Ли Для нас Рукоплескание Бог Одарит Вечности Хорошим Рядом С Добротой И Падший Луче Станет Попробуй Прочитай Слово Рукоплескание С третьей попытки Считаешь Это не Иностранное Слово Считай То Чему Там Хлопали В ладоши Будет Для нас Рукоплескание Такая Ошибка Снова То Чему Там Хлопали В ладоши Будет Для нас Рукоплескание Бог Одарит Вечности Хорошим Рядом С добротой И Падший Луче Станет Грех Ужарил Тысячи Несчастных Помоги Взглянуть Взглянуть Им на Христа Взглянуть Прочитал Один раз Теперь Снова Взглянуть Считаешь Второй Раз Зачем Ты считаешь Грех Ужарил Тысячи Несчастных Помоги Взглянуть Им на Христа Суд Глядет И с нас Ему Начаться И от Безразличия Поспеши Отстать То есть Треть Попытки Считаешь Значит Надо Счаще И слова Записывать И у тебя Все это Пойдет Как надо Стараешься Не бойся Этого Я тебе Благоварю И не зря Потому что Люди будут Слушать Все на этом Все да Открытие Сделали Так Ну-ка давай Посмотрим Сколько у нас Время